Реклама Всем привет, это программа Свежак, с вами Виджей Чак И сегодня у меня в гостях, наконец-таки, группа, играющая настоящий альтернативный рок Группа из Москвы, группа и так далее Привет И тому подобное И тому подобное И тому подобное, в общем, так сказать, да Вопрос первый, который хочется задать по поводу альтернативного рока Сегодня, в принципе, любая группа стремится к тому, чтобы делать что-то новое, модное Экспериментировать, создавать какие-то новые музыкальные стили Нью-рейф, инди-троника, электроклэш какой-нибудь, что-то в этом духе А вы вот решили почему-то пропагандировать альтернативный рок Почему? Ну, альтернативный рок, он как бы является корневым Сейчас новый Да, но все, многие обращаются к корням То есть сейчас много групп, которые вообще обращаются еще к более глубоким корням Например, играют музыку в стиле 70-х, 80-х Сейчас, например, модная игра всякие нью-рейф, постпанк А мы обращаемся к 90-м Мы обращаемся к корневым 90-м, то есть к другим корням То есть вспомни свои корни Да, мы любим мощную такую кочевую музыку из 90-х А не боитесь ли вы, что вы вернете назад Вот у нас всех с этим альтернативным роком в 90-е обратно? Нет, фарш невозможно провернуть назад Мясо из котлет уже не восстановишь То есть все нормально Все-таки альтернативный рок, как, в принципе, и много вообще, что у нас в стране есть Пришло с запада И поэтому вполне возможно, что вашу группу тоже сравнивают с какой-нибудь... С какими-нибудь западными командами Есть такие сравнения? Безусловно, на нас оказало влияние западная музыка То есть это и какие-то такие гранды, как Smash & Pumpkins или Radiohead Но в то же время... И новые группы, да, Dredge Да, и новые группы Dredge Сигурос, конечно, сложно будет называть, потому что у нас мало Ну, если вы наберете еще несколько человек Да, но в то же время, например, вот на меня лично, как там, не знаю, поэты и композиторы, грубо говоря Оказали влияние, например, и такие русские группы, как Кино и Зоопарк Например, тоже я не чураюсь русского рока То есть он тоже оказал на меня определенное влияние И наше творчество... Я не боюсь в этом признаться Да, я не боюсь в этом признаться В камеру, да И на наше творчество, безусловно, они тоже оказали влияние Хотя бы тот факт, что мы поем по-русски И это хорошо По поводу записи альбома Я слышал, что вы записывали альбом Я так не помню, первый или второй? Первый в Польше Первый полноценный альбом, да, в Польше Почему в Польше? Там хорошая погода? Почему? Или, может быть, хороший саунд-продюсер? Да, мы, во-первых, записывали... Потому что материальный вопрос, как бы, тоже имеет место быть Все время, как бы, при записи Потому что в Москве цены не так оправданы, как, допустим, цены в Польше За те же деньги в Москве можно записать даже хуже, чем мы записали... Пола альбома Да, можно записать половину того альбома, который мы записали в Польше Но качество будет, наверное, на порядок выше, да? В Москве? Нет, польское Польское, да Ну, не то, что на порядок, но оно будет приемлемо Оно будет на уровне, да, западного звучания Ну, еще одной из причин, почему мы записывались в Польше Это как бы был неким таким... Психологический момент Психологический момент, да Да, от решения о том, что если мы записывали в Москве, то не было бы того сосредоточения на творчестве На творческом процессе, чтобы были бы продолжались бы звонки Мы бы выходили со студии, опять та же самая тусовка, те же самые люди Пиво возле подъекта Да, пиво бы тут же там появлялось, да Вот там работа, то же самое, проблемы с работой А так все отсеклись от этого Отсеклись, мы на две недели абсолютно выпали из московского, как бы, социума Ну, то есть, если ты хочешь записать что-нибудь хорошее, стоящие, лучше всего куда-нибудь... Да, уединиться, уединиться Советуем всем группам уезжать куда-нибудь вообще в монастырь В монастырь, да, уезжать и там писать свои отборы В лес Так, хорошо Давайте поговорим тогда о видеоклипе на песню «Кажется» Первым делом хочется узнать, какая же главная ценность этого видеоклипа В чем у нас состоит? Во-первых... Схиологический ряд Визуально дробящий Я бы начал со самой звуковой дорожки, которая, как бы, собственно... Из чего все ее пошло Да, причину, да Вот это началось все с Сергея Да, с моего какого-то там эксперимента Я... Дело в том, что занимаюсь музыкой, ну, помимо группы живой музыки Еще дома, там какие-то электронные, ну, в общем, вещи И мы с Сашей частенько обмениваемся треками, там, недоделанными какими-то наработками И получается из этого иногда очень так, ну, на наш взгляд, неплохие куски, которые мы лепим вместе Вот и «Песня Кажется» — это отличный пример такой работы Вашим совместным творчеством Раньше я, как бы, сочинял, да, все песни, там, и тексты, и музыку Но потом мне стало интересно, что делают другие люди в группе Поскольку у нас, как бы, и другие члены команды тоже... Поменялся состав, отверг начался Да, поменялся состав, да, и другие члены группы тоже являются самостоятельными творческими единицами Ну, еще по поводу видеоряда Я заметил там какие-то, знаешь, фотографии из далеких советских времен Пионеры, что-то там, КАМАЗ Больше всего понравилась мне, конечно, вот эта вот штука, которая... Ёла И что, где, как, да Да, 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 да Я просто сам советский ребенок Советский, да, человек, сейчас говорю Советский ребенок, да, последний пионер Советского Союза Вот, и я просто решил вложить в эту... Ну, я, во-первых, на первоначальном этапе, когда сочинял эту песню, что-то вложил свое изнутри, естественно Вот, и мне хотелось, чтобы видеоряд отражал какие-то мои мысли, которые бы были, безусловно, близки людям, которые со мной играют Тяжелые времена для страны настали, вообще для всего мира Как снять хороший, качественный, недорогой видеоклип? И вообще, с чего нужно начинать, когда ты хочешь сам снять видеоклип? Во-первых, нужно дикое желание, нужно разозлиться, нужна какая-то такая мотивация Похлестать себя по щекам Да, похлестать себя по щекам, да, нужно разозлиться, как бы взорваться и придумать, заглянуть внутрь себя Придумать эти образы, не придумать, взять их из себя И слушать свое сердце, как говорит мне Саша Я очень запомнил эту цитату Да, эту цитату мы слышим в каждой книге, по-моему, в каждой психологической брошюре Слушай, да, слушай свое сердце, вот Я, собственно, по клипу видно, я просто заперся в своей собственной ванной с камерой, фонариком И снял свое собственное лицо, как бы и продикталонировал то, что я хотел сказать Вот и все Спасибо, парни, что пришли, пообщались Я предлагаю нашим телезрителям заглянуть, в общем-то, в твою голову и в твою И посмотреть, что же такое И что вам там покажется Что вам там покажется Смотрим примеры у клипа группы и так далее на песню «Кажется» Кажется Смотрим примеры у клипа группы и так далее на песню «Кажется» Смотрим примеры у клипа группы и так далее на песню «Кажется» И от настоящих российских альтернативщиков в лице группы и так далее Мы переходим к не менее стоящей американской электропоп-музыке от группы «Пэшн Пит» Это та самая группа, чей вокалист сделал оригинальный подарок своей девушке на день всех влюбленных Записав дебютный EP группы «Пэшн Пит» «Чанк оф Чейндж» И вот история получила продолжение в виде первого студийного альбома группы под названием «Мэнерс» Который на этот раз стал настоящим подарком не только для девушки-фронтмена Но и для всех ценителей творчества группы «Пэшн Пит» Впрочем, так же как и их новое видео Смотрим премьеру «Пэшн Пит» «The Reeling» По словам режиссера этого видео, данный калаш из рваных журналов «Триллер стиле» вы забудете нескоро «Пэшн Пит» «Пэшн Пит» «Пэшн Пит» Многие пророчат группе Passion Pit большое и светлое будущее. А для кого-то это большое и светлое будущее уже наступило. На сегодняшний день культовая английская рок-группа Casabian является одной из главных групп Великобритании, а их новый третий по счету студийный альбом The West Rider Pauper Lunatic Asylum увидит свет уже на этой неделе. Его стоит приобрести хотя бы из-за обложки, на которой музыканты Casabian предстали в экстравагантном образе клиентов психоделической лечебницы. Открывает альбом композиция Underdog, клип на которую мы сейчас и посмотрим. Casabian Underdog. Послушав новый альбом Casabian, вам непременно захочется посетить их концерт. И этот видеоклип на время поможет вам снять ломку. Продолжение следует... Продолжение следует... Кэсэбин крутышке спору нет, но пока что позолоченный трон королей английского рока занимают братья Гэллахеры, и освобождать его в ближайшее время они не собираются. Но, как известно, жизнь рок-музыканта опасна и непредсказуемая. Ярким примером моих фатальных размышлений, как всегда, стал безвременно ушедший вокалист легендарной британской постпанк-группы Joy Division Ян Кёртис. Правда, теперь у нас появилась новая версия того, что же могло стать причиной самовольного ухода Яна Кёртиса из жизни. Смотрим рубрику «Шоу с переодеваниями». Шел 666-й день нашей телестройки. Солнце не доверяет Максиму, и сегодня на лобном месте он решил рассказать ей о своих глубоких чувствах. Болото изрыгнуло. Фашистский танк, и он застрелил девочку. Программа «Максимум». Показать все, что скрыто. Настоящим ударом для всех фанатов стал проигрыш команды Манчестер-Сити. Ученые сообщают, что после запуска Большого Андронова коллайдера возможна вероятность конца света. Захистай, и на волю мою долю не пустись. Мамо, а ты ж мені казала, як не жадай. Мамо, а я ж тоді не знала. 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 Провидение, алкоголь и наркотики – страшные вещи, после которых любой наложит на себя руки. Наш следующий герой тоже был на грани жизни и смерти, но ему удалось выжить и вернуться не только к нормальной жизни, но и на сцену. Его зовут Маршал Мэттерс, но мы привыкли называть его Эминем. Главный белый рэпер планеты Земля вернулся спустя пять лет. Три из них он провел в борьбе с алкогольной и наркозависимостью. Вы не поверите, но помог ему в этом сэр Элтон Джон. Я боюсь, что после такого лечения Эминем уже никогда не будет прежним, но мы все равно его любим и его новый альбом Релапс купим. И новый, кстати, запрещенный к показу на других телеканалах клип Free AM посмотрим. Эминем Free AM. Горы трупов и море крови в этом клипе говорят о том, что алкоголь, наркотики и, конечно же, Элтон Джон все-таки сделали свое дело. Жесть, как она есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как видите, каждый борется со своими внутренними демонами, как умеет. Кто-то клипы жесткие снимает, кто-то груши в спортзале околачивает, а кто-то читает реальный журнал «Браво» с Оливером Сайксом на обложке и очередной порцией самых свежих видеоновинок нашего альтернативного эфира на 45-й странице. Читайте журнал «Браво» и смотрите программу «Свежак» каждую субботу в 18.00 на Первом Альтернативном. А на сегодня все. С вами был Виджей Чак. Всем спасибо. Все свободны. Увидимся в аду.